Всем добрый день! Добро пожаловать на мой канал! Hello and welcome to my channel! Урок номер 118 lesson number 118 out of 366 и номер 1 у нас повторение 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 Here we review vocabulary or grammar Today we are going to review the verb знать imperfective узнать узнать знать means to know узнать means to find out imperfective process results something that is done regularly often, all the time, rarely never perfective is about one time action finished action Хорошо! Например, for example Знать Ты знаешь, где он был вчера? Ты знаешь Ты знаешь Знаешь Где Где Он был вчера? Он был вчера Вчера Ты знаешь Ты знаешь Где он был вчера? Ты знаешь Где он был вчера? Знать Знать Ты знаешь, где он был вчера? Я узнал Я узнал Я узнал Я узнал Я узнал Я узнал что она едет на Бали с друзьями на две недели Я узнал Я узнал что она едет на Бали с друзьями на две недели Я узнал Я узнал что она едет на Бали с друзьями на две недели Я узнал что она едет на Бали с друзьями на две недели Я узнал что она едет на Бали с друзьями на две недели Я узнал что она едет на Бали с друзьями на две недели Я узнал our verb in present tense, imperfective aspect. Today's verb is находиться. Находиться means to be located. This verb exists only in imperfective, so we will not talk about perfective today because this verb does not exist in perfective aspect, only in imperfective. Находиться to be located. Let's conjugate it. Давайте проспрягаем этот глагол. Я нахожусь в поиске. Я нахожусь в поиске. Я нахожусь в поиске. Я нахожусь в поиске. In this context, it means I am right now in the process of searching. Я нахожусь. I am located right now in the process of searching. So in this context, the meaning is to be in a process. Я нахожусь в поиске. I am in a process of searching right now. So I am looking maybe for... Я нахожусь в поиске. For example, у тебя есть девушка? Нет, я нахожусь в поиске. No, but I am looking for. Do you have a girlfriend? No, but I am looking for a girlfriend. I am in the process of searching. Я нахожусь в поиске. Очень хорошо. Идём дальше. Ты находишься. You are located. Or you are in a process. Например, где ты находишься? Very common question. Где ты находишься? На-хо-ди-ш-ся. Где ты находишься? Where are you located? Where are you? Где ты находишься? Где ты находишься? Хорошо. Он, она находится. Он, она находится. Вот где-то. Он, она находится. Here or she is located. В постоянном поиске. Here, the meaning is to be in a process. Он, она находится. I'm sorry, I'm sorry. Not в постоянном поиске. В опасной местности. Here we are talking about location. В опасной местности. В опасной местности. He or she is located in a dangerous zone. Location. В опасной местности. Он or она находится в опасной местности. Он, она находится в опасной местности. Дальше. Мы находимся. Мы находимся. We are located or we are in process in our context. Мы находимся в постоянном поиске. Мы находимся в постоянном поиске. We are in a continuous search. We are always looking for something. Мы находимся в постоянном поиске. We are in a continuous search. Мы находимся в постоянном поиске. Вы находитесь. Например, где вы находитесь? Где вы находитесь? Где вы находитесь? Where are you located? Где вы находитесь? Где вы находитесь? Где вы находитесь? Where are you located? Где вы находитесь? And the last one is Они находятся в процессе модернизации. Они находятся в процессе. Они находятся в процессе модернизации. Они находятся в процессе модернизации. Очень хорошо. Дальше у нас глаголы. Next, perfective. But we don't have perfective for this verb находиться. So we will skip this one. And we will continue with number four. Номер четыре у нас idioms or sayings. And today's idiom or saying is Приходит на ум. Приходит на ум. It means comes to mind. Приходит на ум. Приходит на ум. Например, я сказал первое, что пришло на ум. 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 Номер пять. Выражения. Вы-ра-жи-ни-я. And today's expression is сидеть в тюрьме. Например, он уже пять лет сидит в тюрьме. Он уже пять лет сидит в тюрьме. Он уже пять лет сидит в тюрьме. Идем дальше. Номер шесть. Грамматика. Грамматика. Итак, today we are going to continue talking about genitive with the word мало. 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 And after мало, the noun will be in genitive case. Today we are going to talk about neuter nouns. Neuter nouns. And their endings, of course. And the first example. И первый пример у нас. Так мало слов, так много смысла. Мало, and the noun will be in plural, of course, in nominative nouns, in plural. Так мало слов, так мало. Слово is neuter. Да, слово is neuter. Слово is word, слова words, and in neuter genitive our word will lose its ending. Так мало слов, so few words, so little words. Так мало слов, так много смысла. Yeah. After много, the noun is in genitive as well. So много смысл masculine. And we will add A to make it genitive. So we have here genitive, but this one is neuter. And we have here genitive, but this one with A ending is masculine. Так мало слов, так много смысла. So few words, but so much meaning. Хорошо. Следующий пример. The next example is У меня мало желаний. У меня мало. And another word that we will use today, that is neuter, is желание. The word желание means wish. Желание. Желание. Wish. Желание, wish, is singular. Plural желание. And in genitive, plural, neuter, we are going to use the ending E. Желаний. Так, у меня мало желаний. I have few, not so many wishes. У меня мало желаний. У меня мало желаний. Отлично. Номер семь. У нас диалог. Давайте напишем. Семь. Диалог. 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 И давайте начнем наш диалог. Как ты решил эту проблему? Давайте спросим. Как ты решил эту проблему? Как ты решил эту проблему? How did you solve this issue? Как ты решил эту проблему? Когда они узнали о нашем предложении, они сразу согласились. Когда они узнали о нашем предложении, когда они узнали о нашем предложении. Когда они узнали о нашем предложении, они сразу согласились. согласились и ответили, согласились, согласились. Они сразу согласились. Когда они узнали о нашем предложении, они сразу согласились. Идём дальше. Номер 8. Короткая история. Итак, первое предложение. Мой друг сошёл с ума. Что значит сойти с ума? Сойти с ума means to step out of your mind. Basically, to lose your mind, to get crazy. Мой друг сошёл с ума. My friend is crazy. He lost his mind. Сошёл с ума. In Russian, we step aside from our mind. In English, we lose it. Мой друг сошёл с ума. Мой друг сошёл с ума. Следующее предложение. Это правда. Это правда. Правда. This is true. Это правда. This is true. Он всё время говорит о своей коллеге Даше. 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 Вчера он наконец-то позвонил ей и пригласил на свидание. Позвонил ей и пригласил на свидание. Вчера он наконец-то позвонил ей и пригласил на свидание. Yesterday he finally called her and asked her on a date. Хорошо. Давайте ещё раз прочитаем. Let's read it one more time and we are done. Мой друг сошёл с ума. Ой. Why? Now, we don't have stress here because your is always stressed already. So we don't need stress. Мой друг сошёл с ума. My friend lost his mind. Step aside from his mind. Literally. Сошёл с ума. Это правда. This is true. Все это заметили. Everybody noticed that. Заметили. This is perfective. One time action. Finished action. They already perfective. They already noticed that. Он всё время говорит. He's all the time talking. Говорит. Of course, it's imperfective because he's doing it all the time. Говорит о своей коллеге Даша. About his colleague Даша. Вчера он наконец, yesterday, he finally позвонил. Called one time action. Finished action. Perfective aspect. Ей и пригласил. And invited. Again, perfective aspect. Invited. The action is finished. На свидание. On a date. That's all for this lesson. Спасибо большое за внимание. This lesson was shorter because our verb didn't have perfective aspect today. Увидимся с вами завтра. See you tomorrow at the same time. The lesson is already there, so you can go on my channel and set a reminder, and you will be reminded tomorrow that you have a lesson. It's already scheduled. If you like my channel, please like, subscribe. You can support my channel, you can become a member here on YouTube, or you'll find some links in the description box below. Спасибо большое. Целую вас. Чмоке, чмоке, чмоке. Mwah.